Добрый день, дорогие коллеги. Мы сегодня подписываем соглашение о совместной работе с крупнейшим интернет-холдингом «Рамблер». Правительство Москвы всё больше и больше взаимодействует с москвичами, оказывает им услуг через интернет. И это совершенно естественно, потому что 8 миллионов москвичей пользуются достаточно регулярно уже интернетом. Один из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. И, конечно, это накладывает определённые обязательства и специфику взаимодействия с этой огромной средой. В последнее время мы уже 80% всех жалоб москвичей не только получаем, но и обрабатываем, и доводим информацию об их исполнении через интернет. И это произошло буквально последние полтора-два года. 60 миллионов обращений в год москвичей за получением тех или иных услуг. Это тоже огромный трафик. И по электронным услугам Москва оказывает такой объём, который сопоставим уже со всей страной. То есть в России количество электронных услуг оказывается чуть-чуть меньше уже, чем в одном городе Москва. И тут колоссальный объём информации, который накоплен в городе, имею в виду не только о тех услугах, которые есть, и тех возможностях, которые есть, но и о бюджетной сети, городской сети, учреждении образования, здравоохранения, социальной поддержке, информации о работе транспортной коммуникации, общественного транспорта и так далее. Она, конечно, должна быть максимально не только доступна для граждан, но и передаваться им в привычном, удобном для них контексте. Поэтому, заключая соглашение, надеемся, что городская информация поможет с помощью вас создать новые сервисы для граждан. Это касается и покупки машин, это касается и вопросов детского, дошкольного и школьного образования и целый ряд других. Особенно, мне кажется, будет интересным проект, когда с ваших интернет-сайтов, с вашей социальной сети можно пожаловаться на те или иные проблемы, с которыми сталкиваются ваши пользователи, ваши читатели. Это очень хороший проект, когда без каких-то особых проблем можно сразу же от вас перейти на портал «Наш город» и не только там пожаловаться, не только поговорить со своими соучастниками тех или иных социальных сетей, но и решить какую-то проблему. Я думаю, это будет один из таких интересных проектов нашего сотрудничества. Так что, надеюсь на то, что не только Рамблер, но и другие интернет-ресурсы также будут сотрудничать активно с городом для продвижения своих сервисов. Сергей Семёнович, спасибо за ваше согласие и спасибо за возможность Рамблеру поучаствовать в том деле, который мы и как интернет-компании, и как москвичи считаем очень важным. Это развитие диалога между властью и горожанами. Мы видим, как много делает для москвичей правительство Москвы, насколько человекоцентричность стала повестка московского правительства. И в этом смысле мы, конечно, со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы проинформировать москвичей, для того, чтобы сделать ваши сервисы более популярными в тех местах, которые московская аудитория привыкла читать и которыми пользоваться. Думаю, что не сильно покривлю, если скажу, что практически все москвичи, 100% москвичей пользуются тем или иным нашим сервисом, или медийным, или каким-то иным. И в этом смысле возможность технологичного диалога, который построен на обмене открытыми информационными данными, не только позволит проинформировать это лучше, быстрее, в комфортном месте, но и, в общем-то, создаст импульс для новых научно-технических разработок, новых технологических разработок. Мы в этом смысле надеемся, что использование открытых информационных данных позволит нам сделать и наши сервисы, и жизнь москвичей комфортнее. Потому что, я помню, как-то вы говорили, что мы бы хотели объяснить, как пользоваться Москвой. Это действительно большая задача, потому что Москва сложный город с большим количеством сервисов, с большим количеством обстоятельств, которые человеку надо сделать понятными и доступными. В этом смысле интернет, на мой взгляд, самое очевидное и самое эффективное технологическое решение. Еще раз благодарю за доверие. Спасибо. Что ж, коллеги, давайте подпишем соглашение. Давайте. Давайте. Милыч. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем.